Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Ашперед, голубые улавы, Раздавайтесь, озвуки фанфар, Гордовейтесь по ветру, султаны, Нанесем мы смертельный удар. Гордовейтесь по ветру, султаны, Нанесем мы смертельный удар. Воскреси нашу славу былою, Славу старых одесских план. За очизну, за веру святою, В бой пойдем мы на праженский стан. За очизну, за веру святою, В бой пойдем мы на праженский стан. Как по коням в атаку лепую, Пусть не трогнет рука у бойцов, Кромче песню споем моему, Улыбнуться нам в тени отцов. Громче песню споем моему, Улыбнуться нам в тени отцов. Так вперед, голубые улавы, Раздавайтесь, озвуки фанфар, Гордовейтесь по ветру, султаны, Нанесем мы последний удар. Гордовейтесь по ветру, султаны, Нанесем мы последний удар. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Бога нашего. Братья и сестры, всех поздравляю с постом, Дивной Владычицы нашей Богородицы. И хотел бы зачитать вам всем мое обращение, Послание к верным чадам Русской Православной Церкви Три Единой Руси о созыве Поместного Собора. В 2008, если я не ошибаюсь, году, до этого года постоянно было, собирались поместные церкви о решении очень важных вопросов. Полнота этой благодати, она утвердилась еще, когда был у нас апостол Яков в Иерусалиме Первый Собор собирал. У нас в толкованиях написано, что там присутствовали и апостолы, то есть архиерии, клир присутствовал, и братья, то есть миряне. И эта полнота церковная, ее Господь благодатью своей указал на эту полноту. В 2008 году московский патриархат всю эту силу благодати, полноту передал архиерейскому собору. Тем самым незаконно подводят именно к тому, чтобы везде был папизм. Собрался там патриарх, позвал себе двух епископов, сели, посовещались и начали штамповать законы. Все это незаконно, все это богопротивно. После этого момента голос Божий начал уходить из церкви. При вступлении во Всемирный Совет Церквей, РПЦ, МП, то есть сами архиерии приняли в себя духа Антихристова. Сейчас необходимо нам восстановить полноту церковную, чтобы были и миряне на соборе, и клир, и архиереи. Когда эта полнота будет собрана, у нас когда собирался апостольский собор, там архиереев не так уж много было, то есть апостолов, да, но тем не менее, когда собирается вот такая полнота, она Господу Богу угодна, и Господь Духом Святым начинает говорить на таких соборах. То есть вот, поэтому в определенный момент у нас отказались вступать во Всемирный Совет Церквей, а потом вступили, когда вот такой закон внесли. Поэтому нам, братья и сестры, сейчас в виде наше положение, которое происходит, нам нет такой возможности, чтобы всем собраться. Но если такой возможности долго не будет, что теперь? Собор не проводить? Мы сами обязаны собрать собор и провести его, для того, чтобы осудить всякую ересь, для того, чтобы камни из наших сердец упали, ушли. И все это проклятие, сколько архиереи нас вели, церковь под проклятие, под анафемы Вселенских Соборов, мы должны скинуть с себя это все и сказать, что нет, мы дети Божьи, какие бы мы грешные не были, но мы желаем Господу нашему, Иисусу Христу, послужить. Поэтому у нас мы тоже сами по своей воле не поступаем. Господь положил мне сердце такой созыв сделать. Мы обратились к отруку Павлу, он помолился, и ему сама Матерь Божия явилась и сказала провести собор. Вот. В ближайшем будущем. Поэтому мы сейчас, понимая, что собраться все не сможем, всех разгонят отсюда, когда мы будем решать духовные вопросы. По всему я вот что предлагаю. Выборочно комиссия действует по тем вопросам, чтобы были определенно лица, то есть архиереи и все, которые возможны. Я про верных сейчас говорю, которые стараются верными Богу быть. Официальная церковь, она предает Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому собраться нам всем не получится. Но вот такое на сердце у меня легло, так как многие чадо Христовы захотели бы тоже участвовать на таком соборе. А он еще и будет, еще другой будет по местной собору. Он не один может быть. Но сейчас надо начать это делать, главное дело, от всякой ереси отказаться. Поэтому всем, кто на расстоянии находится, вы можете присылать свои имена, если вы желаете стать вместе с нами на защиту Святой Троицы. Если вы против глобализации, против экуменизма, смешения церквей с Христовой Церковью, что невозможно. Если вы против этого всего, то мы будем поднимать вопросы и можем ваши голоса засчитать, как прямых участников собора. Такие вот моменты у нас бывают, когда рукоположение архиереев – это действие соборного решения архиереев. Но оно бывает единолично, когда, допустим, война какая-то идет или еще что-то. То есть, бывает, один архиерей рукополагает, а остальные, кто приехать, не могут грамоты дают. Также и ваше имя, кто хочет. Я знаю таких братьев, которые желают. То есть, сестер к это не относятся, это только к братьям относится. Сестры могут своим братьям посоветовать, допустим, как поступить, еще что-то. Сестры могут вообще какие-то предлагать, что вот там, допустим, забыли про какой-то вопрос. Они напоминают об этом. Тоже участвуют, все участвуют. Вот так уж повелось, как Господь через апостола Павла благословил, должны быть братья на соборе. Поэтому братьям, кто не имеет вакцину, не имеет биометрии, вы можете присылать свои имена и писать, допустим, там, Владимир Москва, допустим, Сергий Нижний Новгород. То есть, да, и мы будем записывать ваши имена. И поверьте, Господь услышит даже такое сие исповедание ваше. И Он причислит вас к тем людям, которые заступаются за своего Бога. А не тем, которые нерадиво готовы ходить везде, в любые церкви. Хулиться ли там имя Божие? Эти люди умершие. Посему, братья и сестры, считаю своей совестью объявить вам об этом деле и зачитать свое послание. Если кто из вас пожелает с этим посланием согласиться, то вы можете присылать свои имена, и мы вас будем записывать как участников собора. Главное, чтобы эти люди, то есть, братья, не были в ереси Московского Патриархата ни в коем случае. То есть, да, чтобы в чистоте собор проводился. На соборе не должно быть ни одного человека, кто имеет либо вакцину, либо, допустим, биометрию, как я уже сказал. Послание верным чадам Русской Православной Церкви Триединой Руси о созыве Поместного Собора. Болезное. О плачевном положении чад Христовой Церкви, Святой Триединой Руси, выражающиеся в господствующих повсеместно богохульных ересях, губительных последствиях участия в антихристовых делах глобализации и цифровизации общества, в слепом поклонении духу миролюбия, удобнее всего приводящего человека на поклонение антихристу, сыну погибели. Имея ревность о Боге и побуждающий голосом совести, сохранить верность клятве и присяге Господу Богу Израилеву. Считаю нужным призвать всех верных чад Христовых, разделяющих мою сердечную боль, созвать и провести Поместный Собор, который есть голос Духа Святаго, Господа Бога нашего. Именно этот голос убрали, когда на полноту Поместной Церкви отдали полноту Архиерейскому Собору в Московском Патриархате. Это вроде было в 2008 году, если я не ошибаюсь. Но суть в том, что это было, и вот здесь нам нужно, то есть голос Божий начал уходить из церкви, и церкви начали попадать непонятно куда. То есть архиерей этой церкви. Взываю мое обращение ко всей полноте церковной, а именно, во-первых, к архиереям русской православной церкви Святой Триединой Руси, поистине любящим Господа Бога своего, которому давали присягу и клятву о верности. Призываю вас к соблюдению семи вселенских соборов, которые до ныне попираются ложными пастырями, губящими овец Христовых. Посему взываю к тем архиереям, которых ощущаемо хранит Дух Божий. Явиться на собор, возвысить голос архиерейства в защиту чистоты православия. Во-вторых, к лиру русской православной церкви Святой Руси, желающим восстановить утраченное благочиние в богослужениях, храмах, алтарях и благоговение в божественной литургии, без которого вновь и вновь хулится кровь возлюбленного гонами Господа Иисуса Христа. В-третьих, мое особое обращение к православной совести мирян, видя, что многие из них совсем позабыли, что без них невозможно восстановить полноту церковного поместного собора. Призываю вас, миряне, явиться, ащи кому возможно послужить восстановлению соборности, поскольку без полноты церковной мы лишились голоса Духа Святаго, оберегающего чад своих, питаемых телом и кровью Христовой от всякой пагубы. Руководствуясь апостольскими правилами и вселенскими соборами, ощущая на себе ответственность и обладая возможностью обратиться к чадам православной церкви, подражая апостолу Иакову, призываю всех неравнодушных в судьбе церкви христиан, архиереев, клириков, монашествующих и мирян, явиться для восстановления утраченной церковной полноты поместного собора, который, ащи воля Божия, благу поспешит, будет иметь вскоре свое начало. А всем обращений благословляю до окончания сего собора известить только участников, дабы во время господства ереси темные силы не помешали его проведению. Державный патриарх Зосима. Вот, братья и сестры, такое мое обращение к вам. И, конечно же, оно и должно быть. Сто лет у нас уже не было прямого, открытого голоса церкви. То мешала красная власть, то архиереи, которые служили и красной власти богоборцам, то есть, да, вот именно идолопоклонникам Лениным и Господу они служили, двум господам. После убиения государя на нашу церковь упало огромное количество проклятий. Я имею в виду церковь, это людей. То есть, вот, христиан. И мы с вами должны, братья и сестры, сейчас в наше время восстановить. Не так, как многие сейчас думают о том, что должно провестись в собору, чтобы собралась вся Триединая Русь и так далее. Мы не можем сейчас на данный момент терпеть, когда Матерь Божия открыта через отрока Павла и говорит, что собирать, благословляю, собирать собор. И мы, как послушные госпожи Богородицы, стараемся исполнять это. Посему я еще раз вам предлагаю, собраться здесь всем мы не сможем, потому что нам не дадут провести собор, хотя он не будет касаться никаких политических дел, а только духовности, защиты Святой Троицы. Но все равно нам собраться многим здесь не дадут. Почему? Так как мы должны провести собор, предлагаю всем, кто давно уже смотрит видеопроповеди, о которых я говорю, кто со мной единодушен, согласен и имеет единомыслие, а чувство к Господу, вы можете написать свои имена на почты, телеграммы, там, я не знаю, СМС-сообщения. В общем, кому захочется, и кто посчитает, что это повеликое, счастливое дело, куда я сейчас вас зову, чтобы ваше имя было вписано именно на тех соборах, которые защищают Святую Троицу. Я бы очень хотел, чтобы мое имя грешное было записано на таких соборах. Если вы это желаете, вы можете поучаствовать вместе с нами, даже на расстоянии, потому что для Духа расстояния нет. Живая вера соединяет, где бы ни были люди, она соединяет, и даже литургии, которые у нас проводятся, божественные, в поместных церквях, за границами разные, все это становится одно, потому что Христос не разделяется. А так как мы имеем на себе церковь и ощущаем, и чувствуем благодать Духа Святаго, для нас это будет составлять особую отраду, заступиться за нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа. Это дивный Господь. Мне недавно было откровение от Господа, почему очень мало людей имеют чувство к Богу. Хочу вам подсказать. Дело в том, что Господь открывает так, что мы, когда называем Господа Искупителя, что Он искупил на кресте наши грехи, мы это говорим поверхностно, а Господь меня обличил, что мы сердцами в это не верим. Если бы Господь говорит, вы бы подходили к исповеди и говорили с всем сердцем, Господи, я верую, что Ты, Спаситель мой Иисус Христос, все мои грехи на себе понес. И я верю, что для Тебя так легко это сделать, чтобы простились мне грехи, потому что человеколюбие Твоему не есть конца. И когда мы эту веру будем проявлять в искупительство Господа нашего Иисуса Христа, в этот момент будет происходить через веру великое благодеяние Бога Отца. Мы будем примиряться с Богом Отцом. А как? Через Духа Святаго Животворящего. И вот так вся Святая Троица будет действовать во спасении человека. То, что я вам сейчас говорю, это есть сердцевина православия, которая есть против Антихриста. Потому что самому сатане ему угодно, чтобы люди сердцами не понимали, что такое искупитель. Что вот когда вам тяжко, вам плохо, а вы поверьте в это время, что мой Христос, мой Господь, Он искупил все мои грехи. Надо только поверить в живую веру и не сомневаться в это, и исповедовать это. Отсюда весь фундамент православия начинается. Другого фундамента православия его нету, его быть не может. И если мы будем изучать богословие, но вот этой простой вещи знать не будем, мы будем в прелести всегда находиться. Вот горе тем и людям нужно задуматься, те, которые говорят о том, что я проповедую Духа Антихриста. Разве вы не слышите, что я вам говорю? Разве вы не понимаете, что говорит святой апостол Иван Богослов, где Господь говорил, что он придет, то есть Антихрист, в свое имя? Что это обозначает? У нас отцы толкуют, что Антихрист никогда не будет прославлять ни Бога Отца, ни Сына, ни Духа Святаго. Он всю славу возьмет себе. И когда Господь приходил, Он приходил во имя Отца. Те, которые мы сейчас идем, если мы идем во имя Господа Иисуса Христа, то сам апостол Иван Богослов именно говорит о том, как распознавать Дух Антихриста. Он же говорит открыто о том, что всякий Дух, который не принимает Христа, есть Дух Антихриста. Я сейчас вам проповедую сердцевину, исповедничество самого Агнца Божия, Иисуса Христа. О каком Духе Антихриста вам вы там говорите, священство? Вы вообще уже потеряли, что ли? Вообще уже потеряли понятие о Боге живом, понятие об Антихристе. Все перепутали, все Духи перепутали. Почему такое происходит? Да потому что в сердцах ваших не струится благодать Божья. И вы будете именно судимы Господом за то, вот когда Господь что-то даёт, а вы не принимаете, вот за это будете судимы, потому что за вами паства идёт. Ибо те, кто когда-то и Христа не принял, они убили Его. Всех, кого Господь посылал пророков, священников и так далее, которые от Бога были, когда они принимали, их называли служителями сатаны, что отец их дьявол. Поэтому нам надо тщательно разбираться, если какой-то священник, допустим, говорит какие-то проповеди, прежде чем сказать, что на нём Дух нечистый, или он в прелести, надо тысячу раз подумать об этом. Потому что священник, как говорит святой Иван Кронштадтский, представляет собой икону Христа не по человеческой греховной природе, а по духу рукоположения, который зависит не от наших грехов, а от любви Божьей. Посему я ещё раз зываю тем людям, которые выносят какие-то преждевременные суды, подумайте много раз, даны эти вам суды или нет? Если нет, зачем же вы тогда их делаете? Почему становитесь сами антихристами? Потому что суды выносить, это есть вместо антихриста. То есть, всегда хотят суды Христовы кто забрать? Антихрист хочет себе забрать. Поэтому Господь нам и сказал, не суди, да не судим будешь, и милуй и помилован будешь. Вот, в принципе, и всё, братья и сестры, что я хотел вам сказать. Молитесь Господу. На соборах, скорее всего, будут такие вопросы подниматься, как о ереси Московского Патриархата. И будем уже Господа молить, как должно быть правильно про собор происходить. Собор не может быть правильным, если, допустим, начало собора, после молитвы, как кто-то собрался на собор, мы должны помолиться, а потом мы должны утвердить семь вселенских соборов и поместные церкви, принятые святыми. Вот когда все их законы, которые там написаны, мы, ложа руку на сердце и через совесть говорим, что мы подтверждаем все эти соборы, вот только после этого мы можем начать обсуждения другие. Потому что, если мы не подтвердим эти соборы, то мы можем поступить против них. А когда мы подтверждаем, никто не захочет под свою анафему лезть и падать, чтобы не сбылось на них слова под свою анафему подуша, чтобы сами себе суды не выносили. Вот, братья и сестры, что хочу сказать, помолитесь о нас Господу Богу нашему. Я буду очень рад, если Господь сподобит меня на такое дело, и чтобы за все эти сто лет первый раз было названо всякое дело, которое есть, своим делом, которое оно имеется. Если оно аборт-убийство, оно должно назваться именно так. Поэтому, как бы там ни было, дальше, слава Христу Господу нашему, мы будем идти до конца. Если вы с нами, присылайте имена, мы вас запишем как участникам. С одним условием, чтобы моя совесть была спокойной, чиста, чтобы не было вакцинированных, с биометрией кто, и те люди, которые в ереси состоят. То есть, это не нужно. Спаси всех, Христос, дорогие друзья. Спасайтесь и веруйте, что Господь наш Иисус Христос поистине искупил нас. На самом деле. У меня была такая ситуация, мне очень плохо было. Так враг накинулся, прям окутал все сердце. И я уже молюсь Господу, помоги Господи. Никак не могу справиться с этой ситуацией. И Господь мне говорит, а ты веруешь, что я искупил тебя? Я все твои грехи на себе понес. И я со всей ликованием и радостью говорю, верую Господи, верую мой Господи, помоги мне, помоги моему неверию. И в этот момент, во мгновение, прям у меня камень из души упал, и я чувствовал великое примирение с Богом Отцом. И это творилось через Духа Святаго. Все, что я вам сам на себе прохожу, я это передаю вам, друзья. И поверьте, что это все согласовано со всеми Вселенскими соборами. А это главное. Это наш есть фундамент, это есть ограда церковная. Мы должны сохранять и выйти на защиту православия святого. Мы должны вспомнить, что мы русский народ. Мы должны вспомнить, что раньше людей, некрещенных их, не християми звали. Но раньше люди, которые были некрещенны, они сильнее заступались за государя, подписав присягу, чем сейчас люди, которые Богу присягнули через крещение. Посему просыпайтесь, будитесь, народ Христов. Время пришло. Будем давать бой всем проклятием, которые на наши головы легли, мы их с себя должны скинуть. Для того, чтобы в последний бой вступить, примирившись с Богом Отцом. Спасайтесь, друзья. И постарайтесь быть внимательными. Время лукаво с Богом. Хотел еще сказать вам, друзья, и всем тем людям, которые сейчас спорят в православии между вопросами христианскими и так далее, забывая о том, что сейчас идет нападение на всю Святую Троицу. Хола идет. И хочу вам сказать, пока вы будете там спорить друг с другом, поминающие, не поминающие и так далее, мы будем милостью Божию укрепляемы защищать Святую Троицу. Пока вы будете спорить, вы уже поймете, что вы остались за бортом. Сейчас надо заступаться за Христа. И не смотреть, если Господь кого-то поставил, и оно все идет. Никто это не сдвинет. И пока вы будете сидеть там и размышлять, вы останетесь за бортом. Мы будем в это время уже Господа прославлять. Я думаю, что многие из вас задумываются об этом с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok